Танго Из версии его возникновения звучит так Это аргентинские пастухи танцевали в борделях Так ли это? Разубедите меня, пожалуйста, поскорее Одна из версий истории возникновения танца танго Есть, что танец танго танцевался в борделях и так далее Но я думаю, что это неправильно Я слышала информацию по этому поводу Скорее всего, это мнение людей, окружающих, которые видели, что где-то в каких-то подобного рода заведениях звучала музыка танго Но танцевать танго в этих заведениях, я думаю, навряд ли было бы разрешено И музыканты этого времени не принимали участия в таких заведениях Но я думаю, что это пошло от того, что в, грубо говоря, каких-то местах, где проводились занятия по танцу В каких-то развлекательных Да, то есть были какие-то люди, которые отличались своим поведением То есть легкого поведения женщины, мужчины, которые могли бы что-то сказать об этих женщинах И от этого, скорее всего, и пошли вот такие вот версии И все-таки танго долгое время считался порочным танцем И этот путь, я знаю, и вальс прошел Вот почему, то есть это близость партнеров Почему этот танец так вот долго не принимали официально? Возможно, это и есть, потому что когда мужчина приближается близко к женщине Трогает ее руками, двигается в такт, медленно или быстро Тем более, если это где-то движение бедрами Это уже могут возникать мысли, что это что-то неприличное Что-то может, ну, в каждой голове возникнуть какая-то мысль Я думаю, что это... А когда танго пришел в Россию? Танго пришел в Россию в 90-х годах Вот по данным, то, что я знаю, в 1990-го года Только разрешили танец танго изучать в России Ну, официально, скажем так Официально, да Да, это вы же танцевали Танцевали, да Но танец танго делится на разные, ну, как, разновидности То есть есть аргентинская танго А мы говорим сейчас со мной конкретно о бальном танго То есть это пять танцев европейской программы И пять танцев владимириканской программы Оно никак не может быть пошлым или каким-то порочным Ну, понятно, что бальная танго, оно же все-таки брало истоки наверняка от аргентинского танго Ну, естественно, откуда-то оно пришло к нам И где-то, может быть, там что-то было и неприличное Но сейчас это нас никак не касается Какие разновидности танго есть сегодня? Я знаю, в наших студиях изучали аргентинское танго То есть там есть танго-рок, танго, связанное... Ну, в общем, оно отличается ритмичностью Быстрым ритмом или медленным ритмом У нас наше танго, оно делится на 2,2-2,4, то есть ритма Танго, которое не имеет свободной композиции То есть у нас есть определенные фигуры, определенные линии Определенные там позиции головы, ног, стоп и так далее То есть нам нельзя его танцевать так, как нам его захочется Это определенная композиция, которая должна от и до быть под музыку В течение там полутора или двух минут длится Нельзя просто так придумать что-либо, что тебе хочется Честно, вот для меня танго — это высший пилотаж в танце Я не знаю почему, но танго, я думаю, нравится всем Вот вы как танцор, вы как тренер теперь можете сказать, насколько сложен танго в исполнении? Танец танго нелегок И маленькие дети не учат первоначально этот танец То есть чтобы достичь уровня танго, нужно пройти некие классы Первый класс — это массовый спорт, там дети танцуют до пяти танцев И начинают с шести танцев, это первый класс, он называется Е Дети начинают двигаться без танца танго Когда они проходят этот уровень, они поднимаются, грубо говоря, на третий уровень и начинают учить его Там уже, ну как бы дети могут танцевать и начинает семилеть этот танец Но они должны начать, значит, намного раньше Нет, ну для меня как-то семилетние дети танцующие танго, ну, несколько комично Потому что танец всё равно это танец любви Это танец тел, да? Как вы тренеру, как тренер объясняете детям, как его правильно нужно танцевать Потому что там и глаза, и сердце танцуют, мне кажется, всё В том-то и дело, что у нас танец танго для детей — это танец ритма, чёткий танец Это танец, который передвигается сверху стопой, то есть мы должны двигаться стопой, наступая сверху, не передвигая ни пятку, ни носок, ну, грубо говоря Ну, то есть вы сначала основа, да, то есть техника Да, технику, мы изучаем технику, позицию корпуса, как вставать в пару, как держать позицию, как не мешать друг другу ногами, грубо говоря, если говорить о танцевальном спорте детей Вот, поэтому здесь всему можно научить Насколько у нас развит танцевальный спорт в Краснодарском крае? На каком уровне танцоры наши сейчас? С этого года наши спортсмены едут на чемпионат мира То есть у нас очень высокий уровень, у нас очень много желающих танцевать, ну, танцевать в принципе Если говорить про бальный спорт, то наборы у нас доходят до, там, 20-30-40 человек в группе, то есть желающих очень много Уровень высок, и люди слышат о нас, видят нас, у нас приходит очень хорошо Родители с какого возраста к вам детей-то приводят? Ну, честно сказать, приводят рано Рано хотят, чтобы с четырех дети уже танцевали, они видят их талантливыми, успешными, музыкальными Ну, как все родители? Ну, это, наверное, больше ритмика, это больше развитие, просто координационное Ну, начать можно полноценно с первого класса, ну, грубо говоря, 6-7 лет уже можно научить и достичь очень даже высоких результатов Елена, а правда ли, что настолько дорогой вид спорта, начиная там с купальников, заканчивая всеми поездками, да, по статусным соревнованиям, что, ну, достаточно родители в круглую сумму выкладываются? Есть такое мнение, если ребенок достигает какого-то уровня, да, то, естественно, нужно вкладывать в костюмы, вкладывать в занятия и так далее Но для первоначального уровня это достаточно иметь купальник лосины чешки, резинку для волос И этого достаточно, чтобы учиться танцевать и достигать, вот как раз-таки, если говорить уровня танцевания танго То есть это 2-3 года дети могут танцевать в этом виде и не покупая дорогостоящих костюмов и так далее Вообще изначально наши костюмы не могут стоить дорого до возраста 14-15 лет До этого не разрешены никакие излишества, ни камни, ни страза, ничего, что бы могло бы вложить в костюм, ну, приличную сумму А скажите, допустим, о соревновании в Москве, статусные, рейтинговые, да, как вы говорите, соревнования в Москве, сколько могут стоить? Стартовый взнос от 300 рублей до 600 Выше я не видела, не слышала, не участвовала в таких соревнованиях То есть это 600 рублей с человека, а это уже международные соревнования, которые, ну, то есть достигают люди Участвуют спортсмены, которые достигли уже высоких результатов Я сама лично видела несколько фильмов, да, около спортивной среды, где разгорается страсти и без танго Кипят интриги, в общем-то, это все около спортивная, танцевальная среда Так ли это на практике? Или это все мифы? Я не могу, если честно сказать, что интриги возникают в большей степени среди родителей То есть, когда педагог работает с парой, я думаю, что навряд ли Мы занимаемся физически, мы работаем ногами, руками, мы показываем Заниматься сплетнями, интригами, это не наше дело Если брать работу судейства, то есть это встал в 8 утра, собрался, приехал, у тебя 20 минут между каждым отделением Судишь ты с 8 утра и можешь с 12 ночи, занятие интригами это не для нас А родители, которые сидят на трибуне, сидят за залом, они, да, они могут, ну, разговаривать о чем-то своем И обычно это от этого и выходит Ну, понятно, что каждый ребенок это же звезда для каждого родителя Да, конечно И расскажите о звездах, которые на сегодняшний день защищают все-таки наш край на большом, на высоком уровне На нынешнее время у нас есть пара, которая принимает участие, в этом году принимает участие в чемпионате мира Есть пара, которая входит в 15 лучших пар мира, это то есть от 1000, наша пара занимает 15 место То есть в рейтинге из 1000 лучших пар в мире, наши 15 Наши 15 Есть пара, которая занимается в нашем клубе, это пара, которая выиграла Кубок России в этом году Уровень высок Как приятно это слышать Уровень очень высок, да То есть мы поднимаемся все выше и выше и думаю, что мы не будем останавливаться на этом Я знаю, что некоторые виды спорта ждали своей очереди, чтобы попасть в список олимпийских Вот есть ли такие мысли, может быть, спортивные танцы сделать олимпийским видом спорта? Да, сколько я занималась, занималась я больше 15 лет Все время я слышала, что мы в олимпийском резерве, что когда-то мы все-таки станем теми самыми, кто будет представлять нас в России и в мире Но пока что это только так и остается Большое спасибо можно только сказать департаменту спорта, спортивной школе, в которой мы все работаем и учимся в том числе То есть которые помогают, продвигают нас и поддерживают во всем Елена, и сейчас поговорим о ваших воспитанниках Насколько малыши увлечены музыкой, спортом, развитием? Это популярно сегодня? Очень популярно Я работаю в нескольких местах И у нас очень хороший набор И дети, и родители с большим желанием относятся к тренировкам Хотят быстро развиваться, хотят достигать каких-то высот уже Видят себя в дальнейшем И даже задавая вопрос, кем вы хотите стать Очень приятно слышать от своих воспитанников, что они хотят стать преподавателями танцем Они видят себя, видят в будущем себя Расскажите, кроме танго, чему вы учите? Каким танцам вы учите детей? Наши танцы разделены на две программы Есть латиноамериканская программа, есть европейская программа Латиноамериканская программа имеет в себе пять танцев Европейская точно так же Латиноамериканская это Самбо, чича, румбо, пасадоба или джайв Программа европейская это медленный вальс Танго, быстрый фокстрот, медленный фокстрот и венский вальс То есть все эти танцы мы изучаем, начиная, опять же, от уровней танцевания. Вначале мы изучаем 4, и дальше 5, 6, 7, 8, и самый высший пилотаж — это 10 танцев. В ближайшее время на Кубани какие-то статусные соревнования будут проводиться? Конечно. У нас вот только недавно прошло очень крупное соревнование «Золото Кубани», которое проводится каждый год. Это лучшее соревнование, оно имеет мировой рейтинг. К нам приезжают из многих стран, у нас представительства многих. Судьи приезжают, прежде всего, везут с собой иностранные пары. И ближайшее, что из крупного будет, что мы проводим, это турнир в Сочи. «Виват России» называется он. Мы все и оргкомитетом, и педагогическим составом, и судейским составом выезжаем и проводим это соревнование. Елена, спасибо большое за то, что к нам пришли в студию. Я вас поздравляю с Днем танца, с Днем танго. Я желаю успеха вашим воспитанникам. И напомню о страстном танго и танцах в целом. Мы говорили с тренером Краснодарской детской и юношеской спортивной школы номер один, мастером спорта Еленой Гладченко. Вы смотрели «Факты мнений». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова